друзья я сегодня делаю неаполитанский рецепт в общем-то для меня это впервые и называется это если в русской версии яйца в чистилище о импургаторию вот так вот как бы вот то что белая часть яйца является что таким вот душой и то что будет вокруг красным это как будто вот пламя первый раз готовлю первый раз буду вам все показывать и приготовьте обязательно хлеб должен быть вкусный сыр мягкий не пармезан не пикарина вот такой вот мягкий сыр он не твердый яйца из расчета 2 яйца на человека базилик мы приготовили заранее соус и орегано обязательно орегано все я приступаю первый раз ну как готовится классический соус из помидоров для многих блюд в италии для пасты для лазани и так далее все очень просто нам нужно оливковое масло пассата протертые помидорчики чеснок обязательно и базилик то при просто наливаем кастрюлю оливковое масло и добавляем раздабленный зубчик чеснока и сейчас будем добавлять протертые помидорчики важный момент а потом налейте половину банки воды хорошо сполосните и в кастрюлю она нам нужно будет для приготовления соуса вот я хорошо все сполтала и это сюда же доводим до кипения и 45 минут должно готовиться конечно же надо добавить соль доводим до кипения и варим 45 минут это для того чтобы томаты у нас были помидоры легко перевариваем так прошло 45 минут выключаем и добавляем листочки базилика и оставляем пусть настаивается запах какой трем сыр видите вот такой мягкий сыр вот будем им посыпать наше блюдо так начинаем наливаем сковороду масло мало еще чуть-чуть так и теперь добавляем половник половник нашего соуса из расчета один половник на два яйца у меня их восемь четыре половника четыре половника красота и доводим до легкого кипения потом будем добавлять яйца чуть не забыла самый главный ингредиент один из самых главных надо обильно посыпать орегано этот аромат это очень важно в этом рецепте все закипает сейчас будем добавлять яйца соус наш нагрелся и добавляем яйца и раз и два и так все остальные яички осолим яйца и перчим посолила поперчила и сейчас все покрываем сыром покрываем все сыром и под закрытую крышку на 2-3 минуты в зависимости от того как вам нравится приготовленный желток более или менее как бы сваренный скажем так я надеюсь что все готово главное чтобы ничего не было сырым будет сейчас снимать пробу мой свекор вот красиво получилось как будто пицца в маргарита очень красиво дэвок я даре блюдо готово все получилось вкусно и желток получился жидким как я и хотела отлично